Мне осталось только показать вам факты, цифры, как это все сработало в этой кофейне, в небольшом историческом городе Тульчин, это Венецкая область в Украине. И что мы сделали, какие результаты получили, как нам это удалось оцифровать более 5000 клиентов. Обо мне уже Равиль рассказал, мой инстаграм, можете подписываться, задавать вопросы, подскажу, помогу. Я более компетентен именно в CRM-системах, UDS, интернет-магазины и тому подобное. Все, что связано с техническим продвижением бизнеса. Познакомимся, это кофейня, это одна из кофейн, и собственники, это молодая семейная пара, которые основали данный бизнес в 2016 году, с 2018 года они открыли 4 филиала и использовали в данных заведениях карточки, о которых говорил Равиль. И эти карточки давали им возможность выдавать клиентам скидку от 10 до 13%. Пойдем далее. Сказать им, что мы хотели от этого всего получить. Представили UDS как дисконтная электронная карта привилегий для клиентов. Просто кава, это заинтересовало многих посетителей, клиентов, так как изначально у собственника был вопрос, будут ли это скачивать, потому что это что-то новое, мы первые в городе, это, возможно, никому не будет интересно. Задачи были таковы. Создать это первое мобильное приложение, оцифровать клиентскую базу, потому что ее как таковой не было. Собственник только знал клиентов своих практически всех в лицо, так как город небольшой. Внедрение бонусной системы, кэшбэк и отказ от прямой скидки, автоматизированная ссылка по сдавлению с днем рождения, на этом акцентировалось. Очень хотелось так, чтобы с клиентами можно было давать им какую-то полезность, какую-то приятность. Сбор обратной связи от клиента в режиме онлайн, на что собственник тоже акцентировал, потому что сотрудники не всегда, да и никогда, в принципе, не говорят правду, что говорят клиенты. Коммуникации с клиентами через новости и акции, что перед этим использовались, опять же, вайбер-рассылки и инстаграм, больше ничего такого, где, в принципе, была только работа в одну сторону, обратной связи от клиентов не было по данным новостям и акциям. И контроль филиалом по клиентам и по продажам. Пошли к цифрам. Цифрам и, соответственно, вот так вот выглядит мобильное приложение. Статусная линейка, которая очень пришлась по душе клиентам, им очень нравится, креативненький подход с юморком. Далее, статистика. Вот, соответственно, 5591 клиента цифрован чуть более, чем за 8 месяцев. Из них 4940 – это те, которые совершили покупку. Здесь очень хорошо сработало сарафанное радио на то, что, в принципе, не понимали, будет оно работать или нет. Здесь, по статистике, с третьего по 12 уровень оцифровалось 557 клиентов, 332 из них это совершили покупку. Тем самым в кассу бизнеса засло 106 816 гривен. Это учитывая то, что данный бизнес не потратил ни копейки на привлечение этого количества клиентов и получение данной суммы в кассу. Еще была возможность оцифровки трафика, которой, в принципе, в задаче не было. Так как в период пандемии мы не понимали, как вообще люди будут скачивать, не будут скачивать, была продумана вот такая вот визиточка, инструкция, где клиент подошел к окошку, взял свое кофе и ушел. Ему, соответственно, отдали визиточку. И в дальнейшем эти же клиенты, они оцифровались по визитке. Оцифровано 164 человека и 137 из них действительно дошли и совершили покупку. Также и сработал у нас Инстаграм. С Инстаграма оцифровано 89 человек, 62 человека совершили покупку. При этом в Инстаграме около 2000 подписчиков всего лишь. В Инстаграме около 2000 подписчиков. Следующее. По поводу кэшбэк и скидки. Когда с помощью этих карточек кофейных выдавались скидки от 10 до 13%, то сейчас весь период 8 месяцев наша процентная скидка содержится в районе 4 и, в принципе, не поднимается. Вот так выглядит статистика покупательской способности. То есть был период запуска, была пандемия, когда остановились. И потом далее, когда бизнес трансформировался, открылись дополнительные окошки, чтобы людей можно было услужить. И бизнес дальше пошел работать без остановки. И по сегодняшний день он работает. На сегодняшний день ребята думают над тем, чтобы масштабировать дальше филиалы. Задача была, как оповещать своих клиентов, поздравлять их с днем рождения, дарить плюшки. Забавы. Вот таким образом система определяет всю клиентскую базу и делает автоматическую рассылку каждому клиенту с начислением бонусных денег. Отзывы. Обратная связь. За этот весь период собрано 5 643 отзыва. 5 356 это с оценкой 5. Да, есть у нас и даже единички, это 26 оценок. Покажу вам, не скрывая. Да, есть здесь на украинском языке написано о том, что сотрудник Бориса ведет себя некорректно, по-хамски и тому подобное. Соответственно, собственник в режиме онлайн это все увидел и ответил. Ответил взаимностью к клиенту, поблагодарил. И в знак благодарности и уважения и лояльности клиенту было начислено дополнительное вознаграждение в виде бонусных баллов. На что это и повлияло на обратную связь клиента. Это очень важно, быть на связи с своим клиентом, общаться и разбирать те нюансы, которые есть в вашем бизнесе. Потому как собственник не может находиться во всех точках одновременно и сотрудников невозможно проконтролировать. С помощью клиентов только так можно видеть свой бизнес прозрачным. И еще немаловажно, это контроль всех кофейн. Это четыре точки, где по данному модулю KPI собственник может видеть, какая выручка, какое количество клиентов, когда подключаются и как вообще в целом работает бизнес, над какими точками нужно работать. И с каким персоналом больше проводить инструктажи для того, чтобы поднималась эффективность данных точек. В принципе, на этом у меня все. Кратко по цифрам результаты есть. Здесь указано 9 месяцев, потому что более 8, да, 9 месяцев результат получил собственник. Мобильное приложение, клиентская база более 5000. Отслеживание и цифровка клиентов с разных источников трафика. С помощью кэшбэк скидка снижена от 10 до 4%. Настроена авторосылка поздравлений. Получение обратной связи в режиме онлайн. Работа с клиентами через новости и акции. И контроль филиалов через модуль KPI. У меня, в принципе, на этом все. Кому буду полезен, есть мои контакты. Пишите, звоните. Помогу. Спасибо.